Добрый вечер! Вас витая служба информации телерадио компании «Гомель» У студии Наталья Игнатенко Далегаты пятых оси белорусско-народного сходу Вернулись из Минска У коллективах и на працонных местах Яны обмерковывают с земляками Стратегию развития краины на ближайшие пять годов Подробности у сюжете Настаси Кучинской На уси белорусское обмеркование Далейшего развития краины Гомельская область накеровала 350 делегатов Гэта новоколцы, керунники предприемства Працовники заводов и студенты Деечки культуры и медики Люди разных узростов и разных интересов Усих их объеднувая не обыяковась До будущей своей краины и высоких гонорей Ким надзялили их земляки Представляясь Гомельская область На самом масштабном внутрибелорусским политичном форуме И вот зараз, пасля сустречу Палацы Республики Яны вернулись на Гомельщину И делятся своими ураженями и выниками Пятого оси белорусского народного сходу Брагадир муляру Тенковщика У Гомельского домобудовничного комбината Ирина Шабулдаева вернулася В Минску с оправдной зоркой Яна выступила со своим зворотом До удельников сходу с трибуны Палацы Республики Дома подчас промой трансляции За ЕЕ хвалявалась и великая колькость людей Знаемые, родные, коллеги Кажется, что выступать было у Хози страшно, леприемно Головное, что засталась опадшутой Качество непосредственно зависит От квалификации рабочего Я вот конкретно поднимала этот вопрос И мне было очень приятно, что Сам президент Александр Григорьевич Он услышал и я полностью его поддерживаю Когда он сказал, что Любая теория должна поддерживаться Практикой на рабочем месте То есть непосредственно, как таковые сейчас Молодые люди, которые приходят Теории у них очень много Они много чего знают Но практических навыков мало Хотелось бы, чтобы непосредственно на объекте Чтобы они могли взять в руки валик Тот же шпатель И конкретно делать то, что делаем мы Некоторые из удельников Пятого усебеларусского народного сходу Поспели провести сустрэши у працунных коллективах С работниками Гомельского профессийно-техничного Колледжа народных мастацких промыслов Сустрэшу организовал намесник директора Злина Виталь Шилов На пашатку сустрэча адразу показау портфель Яки дарыли усим удельникам сходу разом с планшетами Гэтые подарунки уже нарабили шмар шуму у интернете Кажа портфель самый простый, айчыны в творчасте И планшет так сама таны, призначный для работы с текстовыми файлами Их выкрыстание дазволило сэкономить кипы паперы И час для удельников форума, яким треба было прошитать, подшуться, обмерковать Великий объем информации Гавары лишь два дни об усим От политики до культуры Конечно, пятый усим белорусский народный сход Выполнение просто для белорусской экономики час Их это, конечно, особная размова Мы предлагали именно вопросы экономики Вопросы поддержки предприятий Министерства промышленности Особенно крупных таких предприятий, как Холдингом Сильмаш В том числе Минский тракторный завод МАЗ Именно рассмотрение вопросов поддержки со стороны государства Это не значит, что это безвозмездные субсидии Это, возможно, реструктуризация каких-то банковских кредитов Возможно, выделение субсидий под низкий процент Мы все это было услышано Все это было обсуждено Усим белорусский народный сход протягиваются два дни Его обмеркование, как кажут на местах Будет проходить еще не один тыдень А резолюция, которую приняли у дельники схода Будет уплывать на наше житие еще не один год Головные у дельники схода Выказали прихильность до той политики Якая проводится за раздержавой А резолюцию подтримали одноголосно Настасья Кучинская, Игорь Марышенко Телерадио, компания Гомель Отбылось и посаджение гомельского облавы канкама На обмеркование вынесли некольки актуальных пытаний Усерод яких Выконание санитарно-эпидемиологичного законодавства Устойливое развитие сельской мясовости И диспансеризация насельництва Даречи сегодня 36% уже хоров Гомельщины Заявляются практически здоровыми У опошний час гэта лечба упевнена расти Разом с тем поменьшается колькость выпадков хроничной патологии Усех гэта выник эффективной працы по диспансеризации Был разработан комплекс тех услуг, которые оказывались на первичном звене На стационарном этапе службы скорой медицинской помощи Конечно же это дало положительные результаты И эти результаты ощутимы И они видны по тем основным показателям Которые мы имеем по итогам 2015 года И соответственно за отработанный период 2016 года Значительно снизилась общая смертность населения трудоспособного возраста Естественно убыль составила нашего населения только 288 человек Разом с тем у теме диспансеризации насельництва Гомельщины Есть и шерох пробелов Керовникам организации Аховы здоровья Даручено проанализовать информацию И распрацовать комплекс мер По повышении эффективности профилактики и диспансеризации На прилавках мазырских магазинов з'явилась мармуровая яловичина Бычка у порода бердин ангус выросшивать у господарцы осавец Под обязанности у наших мазырских коллег Ранешнюю тишиню порушая шмотгалосое мыканье Элитные бердины настороженно относятся до незнаемых Живелы все лето проводят на натуральном выпасе Из людей признают только чатерых пастухов Непотрабовальные у кормах выносливые худка набирают вагу У осавец первых обердинов завезли в 2007 году Господарка купила 64 телушки и 2 племенных быки С того часу статок повелишился, а малю 5,5 разов Порода выведена из Шотландии, с северно-восточной части этой страны С горной местностью и очень суровым и холодным климатом Выпасывались они там 9-10 месяцев в году на хороших лугах Поэтому сама по себе порода приспособлена к выпасу И обильному поеданию кормов И неприхотливостью в кормах Поэтому они и пасутся в неудобицах А обильное поедание кормов все-таки положительно влияет на прирост мышечной массы Отложение жира И соответственно и мясо выходит лучше На початку рассказывать у господарца было непривычно Гэта буйная рогатая живола кардинально адрозневается от пярестой породы Якая прожилась она по лесу А левопытная живола вода довольно худко заразумели усе пироваги Когда мы первый раз увидели берзиновые начали Они огромные и во-первых непонятно что за скот А потом поглядели привыкли Они для кормов Они неприхотливые И вот мы летом выпасаем Видите на каких неудобицах Но они дают привесы Растут, размножаются Кормов им хапая Пасвят на так званых некондиционных лугах Куды склада надо браться технице А ле там самая свежая и соковитая травы И так с ранней весны до поздней осени Так что мясо насыщается витаминами И набывает деликатный смак Саправдные матры стейков разумеют Обшимы деговорка Гэта так званая мармуровая лавичина Мясо на зрезе Засаблевого размещения тлушчавых прослоек Нагадывая узор распилаванного На кавалке мармуру Миколай Аляхнович Лидер профсоюзового граера у Мазырщины У гэтый раз выступает и в якости гурмана И знов же не покоится о покажчиках Ценная порода Выращивать ее надо Надо добиваться от ее хороших привесов Они как раз на таких лугах Они дают эти привесы Поэтому надо стремиться Чтобы усилить уход за ними Оберегать от хищников Чтобы они не мешали тут Следить за поголовьем Я пробовал, да Вот с его получается Очень хорошие стейки Поджаришь, радуешься Кушаешь, радуешься Смак, вкус необыкновенный У господарцы спадзяются, что мармуровое мясо за сауца Мазыра не расмакуют И попыт будет взрастать У свою чергу тут обещают Якость и беспробуйные поставки Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал Мазыр Специально для телерадио компании Гомель Беларусские банки Почали попереживать клиентов Об тем, с якими складанностями Они могут сутыкнуться При переходе на новые гроши А кроме того, в связи с проведением Денаминации Министерство по податках и сборах Республики Беларусь Просить грамадян, які сдают Кватеры и иншие по мешканию наем Оплатить податок за липень загадя Тем часом Беларусьбанк Пропануе насельництву шерах новых кредитов Утым лику для молодых семьяв и студентов Контакт-центр по пытаннях работы С порталом электронных рахунков фактур Пачал працаваць у тестовым режиме Абгэтэмі не толькі поедзе размова У чарговым выпуску экономичной доветки Глядачо таксама чакая Знаемства с ценами на садовіну Хародніну на рынках і у крамах Гомеля Глядзіці программу одразу пасля выпуску новіна Унаталі каналі Беларусь 4 Гомель У городским паселку Актябрскі Пад патранатам ЮНЕСКО Проходзіць 9-й республиканскі фестываль Фольклорна гамастацтва Берагіня Йон праводзіцца с 1998 года З мэтай патрымкі народной творчасті Захавання рігінальні культуры Далучэні до фістывальна гаруху Новых фольклорных каліктывав І використання народной спадшыны У выхаванні молоді Олег Сенцюроў прыняў дзел у мероприємствах Фестываль Берагіня маў статус республикансказа Але пасудності гэта Межнародна фольклорна свята Все это у городський поселок Октябрьскі Приехали коллективы не тільки з Беларусі Але і Сербії, Чехії, Польщі, Литвы, Росії, Україні Огульна колькість у дзеліку Перевысило 900 человек По сутності фестиваль Берагіня складається з нескольких хвестов 13-й республиканский конкурс Дуэту ваканавців беларуских попутівок танців Сьому республиканский турнір Дитячих фольклорна коллективу Перший республиканский конкурс Музычних інструментальних капео Перший республиканский конкурс садистов-ваканавців Беларусі народних традиційних танців Тут нема професійних артистів Тому некаторі елементи Максима не завсюди бездокорні А легкість по складанності Наші танців інші раз зовсім не просто Необходно не тільки ведуть, як їх виконувати Але і мати добрую фізичну підрактувку Для проведення фестивалю Берагиня Організатори обрали някакі пляцівок І о 2-4 дні Гэта тільки на пеші Погляд здається, що гэта шмат Тим божь, що працює непосредні выступління У програмі Презентация народних святів Национальних костюмов І народних промыслов Плюс майстер-класси по співах і танцах І обмен думками По проблемах розвиття фольклорного руху Делаємо ще можливість, щоб Традиція наших дедів, наших прадедів, бабусів Щоб вони всі сохранились Іменно в тому варіанте Ми бачили, що наш танец все время Отличається от традиційного Тому що нам характерна танця Своєго регіона Я считаю, що це дійсно Не треба нічого копірувати А треба танцювати Іменно свої танці Берагиня – унікальний фестиваль Який за пересі свого основання Переутворився у важного подею Культурного життя Беларуси Все це він проходит Подагідою ЮНЕСКО У рамках конвенції Об архові нематериальної культурної спадщини Що в свою чергу свечиться Признання гэтій міжнародній організації Авторитету Берагині І нехай не усі дєннікі стануть переможцами Але свій уклад У справу одрадження Заховання і популяризація Традиційного мастацтва Яны унісуть обов'язкова Даречі компетентній журі Обіцаю у першу чергу Уючують фактор самобытності І жадання у дєнніку Прадемонстроваць культуру Своєго регіона максимально доступна Главна емоціональна сторінка гэтава танця Яна єсті, її нема Калі яна єсті, ми відчуваєм І отзнаки, які ідуть від серця 75-й дзень нарадження Сьогодні адзначала військовая чась Нумар 52-208 Першая сторінка яє лєтапісу Была написана яще у 1941-м годі У дзень утварення часьці На її території прайшло Урочистай мероприємства Падрабязності у наступным матеріалі Гэта один з самых закрытых Об'єктів білорусській армії Військовая чась 52-908 Разміщена у Проборськім лісі По сутністі з'являється артилерійській базі Свою гістору я наведі з 1941-го Сю літа шчасть отзначила Свой 75-й дзень нарадження С гэтай на годы тут організовали Урочистай мероприємства Гастями якого стали більш за сотню чоловік Об'єкт 104 гектара Схіниська територія Где храниться огромное количество Артилерійських боеприпасів Міністр обороны Акцентирує внимание на содержание Этих боеприпасів На їх качістві і боєспасобності Гэтай об'єкт був створений як фронтовий артилерійський склад У початку Великой Айчынной войны У той час праз яго што місяць на фронт Отгружали прикладно полтысячі вагонів боеприпасів Особістый состав склада Унес в Великі уклад у разгромня міскофашистських захопнікав Заможність і героїзм Проявлені у гады Великой Айчынной Некалькі тисяч беларусів Білі узнагороджені орденами і медалями Сяроды їх білі і тія, хто нес службу Мінавіта на гэтым об'єкці Про стільки десяти годів у день утворення військової части Так само уручали узнагороды Юбілейні медалі і грамоты за поспіхи У боєвой і профілактичні подріхтовці Отримали каля 20 чоловік Я поздравляю колектив Нашій воїнській части Желаю їм простого воєнного счастья Удачі Дай Бог, щоб у них все получилось Все задачі вони выполнили Которые їм ставить наші висші руководства Сюня тут знаходяться усі види артилерійських Припасів, які променяються В узброєних силах нашої країни Окрім заховування, часть так само Отказыває за безперобойне Забезпечення беларускіх військов гэтай зброєю За безпеку на об'єкці отказывають 16 солдат термінової служби Яшче 40 гэтай розервісты і солдаты Які вишлі у запасы Былі прокомандіровані з інших військовых частей Ганна Ковалєва, Ігор Марышченко Телерадиокампанія «Гомель» Гэтай, а так само інші новини Ви можуться знасти на нашім сайті у інтернеті Па адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений У студії працювала Наталья Ігнацінка Усяго вам толькі самага добрага І до нових зустрічу ефірі Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!